В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цены вниз. Кабмин подготовил меры по сдерживанию стоимости проезда в общественном транспорте. Обитель памяти и городской музей отметил свое 65-летие. Мастер-класс, гала-мач, фотосессия. Саровчан приглашают на закрытие хоккейного сезона. Подробности далее. Правительство подготовило меры, которые помогут предотвратить необоснованный рост стоимости проезда на общественном транспорте, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил, что нынешнее законодательство разрешает перевозчикам в произвольном порядке сокращать и даже прекращать перевозки. И далеко не все из них делают это вынужденно из-за уменьшения пассажиропотока, отметил Мишустин. По его словам, есть и недобросовестные компании, которые злоупотребляют этим правом. Дело в том, что перегруженные автобусы приносят игрокам рынка больше прибыли. И сокращая число перевозок, такие компании при этом сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически не допуская конкурентов. Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками, подчеркнул премьер-министр. В связи с этим правительство приняло решение ограничить для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и тем более их произвольного прекращения. Мишустин также обратился к губернаторам и напомнил, что власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта. Свой юбилей отметила одно из старейших и востребованных учреждений культуры Сарова. Торжественное празднование 65-летия городского музея прошло в зале художественной галереи. Подробности далее. Истории, краеведение, православная культура и особенности быта народа в крае, современная наука и искусство, творчество профессиональных художников и народных мастеров, тематический и экспозиционный диапазон материалов городского музея невероятно широк. Музей природы с естественно-научной коллекцией был открыт в засекреченном Арзамасе-16 в 1957 году. Так началась его долгая и насыщенная история. На самом деле музей – это сокровищница. Это то удивительное и необыкновенное, что останется с нами всегда, то, что мы сможем передать будущим поколениям. И самое вообще в этом уникальное, знаете что, что для этого надо создавать все условия, чтобы это все сохранилось. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея, провели в кинозале художественной галереи. Много теплых слов услышал в свой адрес сплоченный творческий энергичный коллектив музея от гостей праздника. Собравшихся поздравил глава города Алексей Сафонов, а также заместитель председателя городской думы Андрей Немчинов. Не обошлось и без подарков. Руководство ядерного центра приготовило для музея панно с видами Саровского монастыря. Также сотрудников музея поздравили директоры учреждений культуры города. Вот я сегодня сидел в зале и обратил внимание на людей, которые выходят сюда для награждения. Дорогие коллеги, у вас у всех очень добрые, светлые, позитивные лица. У вас очень теплый коллектив. Я хочу пожелать вам, чтобы вот эта дружная, жизнерадостная атмосфера в вашем коллективе сохранилась всегда. За бескорыстное служение музейному делу, преданное и честное отношение к своему труду, сотрудникам музея вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Музыкальный подарок приготовили преподаватели Дыши номер два – ансамбль «Комплимент». Как и на любом дне рождения, не обошлось и без торта. Правда, он был особый в форме книги с надписью «История музея. Том 65. Продолжение следует». 28 апреля в Сарове будут проводить плановую проверку системы оповещения с использованием электросирен, при звуке которых граждан просят сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В законодательном собрании Нижегородской области состояло заседание комитета по бюджету и налогам. На лекарственное обеспечение региональных льготников из областного бюджета предлагают направить 200 миллионов рублей. На ремонт дорог – более 560 миллионов. На компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности – части затрат на производство и реализацию произведенных хлебобулочных изделий. За счет средств федерального и регионального бюджетов планируют выделить 123 миллиона. Сыровчанин погиб во время пожара 26 апреля на улице Ушакова. На момент возгорания в квартире находилось два человека – мужчина и мальчик-подросток. Ребенку удалось быстро вырваться, он не пострадал. Точные причины пожара устанавливают. С 14 по 15 мая в лагере «Березка» пройдет слет молодых семей. Он посвящен Году культурного наследия народов России. Участников ждут тематические квесты, творческие мастер-классы, спортивные состязания и много других интересных форм семейного досуга. Родители смогут принять участие в семейном психологическом тренинге, прокачать навыки финансовой грамотности. Дети вдоволь наиграться, надышаться свежим воздухом. Организатор слета – клуб молодых семей «Семья молодежного центра». Регистрация до 13 мая в АИС «Молодежи России». Подробности по телефону 99108. Лидия Булыгина в составе сборной команды Нижегородской области стала участницей всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин», которые прошли в Санкт-Петербурге. В эстафете 4 на 50 «Прасом» Лидия заняла четвертое место. По итогам командного зачета сборная команды Нижегородской области также стала четвертой среди 60 субъектов Российской Федерации. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Сыровчане смогут отдать свою голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, который наберет большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, оба объекта уже выставляли на голосование в рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году. Тогда победил сквер за администрацией. Работы первой очереди уже начались. Они включают в себя расширение и устройство дорожек, бордюров, цветников, высадку газона. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте голосза.ру. Это занимает не более пяти минут. Чтобы Саров попал в проект, нужно набрать минимум 8600 голосов. В клинической больнице 50 прошел кулинарный конкурс среди медицинских работников. 15 отделений представили собственноручно приготовленный символ Пасхи – кулич. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать самый вкусный и самый красивый. Подробности далее. Классические творожные, украшенные мастикой, оформленные в виде пасхальной композиции различной формы и размера. В клинической больнице номер 50 после пандемии возобновили традиционный ежегодный кулинарный конкурс среди медицинских работников. В этот раз медики выпекали куличи. Участвовало всего 15 команд. Это отделение. Они представляли свои кулинарные изделия в виде пасхального кулича. Мы не ждали, что заявится 15 участников. Думали, что 5-6 человек от силы, а так 15 человек. Мы очень рады. Спасибо отделениям за участие, организаторам, профсоюзу, оказывающим нам финансовый помощь, пищеблок уже в предоставлении помещения. До начала конкурса у работников клинической больницы была возможность полюбоваться кулинарными шедеврами своих коллег и проголосовать за понравившийся кулич. Позвали ветеранов в больницу. Для них накрыли отдельный стол. Оценить куличи и поздравить медиков с Пасхой пришел главный врач КБ номер 50. Мы давно не проводили такие вкусные конкурсы в нашей больнице. И я очень рад, что у нас представилась такая возможность возродить эту замечательную традицию. Спасибо за это организаторам мероприятия. И, конечно же, огромное спасибо всем участникам, которые, я уверен, вложили много своих сил, своего времени, частичку своих сердец, своей души в эти поистине кулинарные произведения искусства. Такие конкурсы – прекрасная возможность не только показать свои кулинарные навыки. Это помогает сплотить коллектив. В приготовлении блюда зачастую участвуют практически все сотрудники отделения. Палиативная помощь решила заявиться на конкурс только когда его объявили. Долго решали, какой формы будет кулич, какие начинки добавят. В итоге сделали три кулича по авторским рецептам и соединили в один. Получилась церковь. Церковь – это символ Пасхи, поэтому у нас кулич был творожный, с морковной начинкой и классической. Но одна медсестра говорит, что я хлеб не ем, мучное я не ем. И решили мы еще в свою лукошку положить кулич, сделать салат. Среди этого красочного многообразия нашей съемочной группе бросилась в глаза 12-я композиция. Кулич, сделанный в форме главного храма Саровского монастыря. Создали его в терапевтическом отделении стационара. Наш кулич цивилизирует нашу православную землю. Наши дети подсказали, что это будет красиво в конкурсе выглядеть, и мы как родители поддержали. Поэтому они нам помогли его создать, помогли с идеей с этой. Вроде бы все получилось. Конкретное лицо есть этого человека, кто исполнял. Терапевтическое отделение победило в номинации «Самый красивый кулич». Самым вкусным стал кулич, созданный работниками скорой помощи. Самые креативные изделия выбирали путем зрительского голосования. Победа досталась инфекционному отделению. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 28 апреля в кинозале городской художественной галереи премьера на большом экране Саровчане увидят знаменитый балет Сергея Прокофьева, Нуреев, Ромео Джульетта. Подробности далее. Спектакль Рудольфа Нуреева по пьесе Шекспира – одна из самых красивых балетных постановок «Ромео и Джульетты», где по-настоящему ощущается тема Ренессанса и в то же время одна из самых кинематографичных. Мастер поставил его для парижской оперы в 1984 году. В 2021 сняли киноверсию спектакля на сцене операны Сьенальда Парии с молодыми танцорами парижской школы. Потрясающе, красиво, в любимых нуреевских цветах поставлен этот балет. Он очень любил этот бархат с золотом. Мы буквально погружаемся в эпоху Ренессанса. Мы переносимся в Дверону, мы знакомимся с историей семьи Монтеки и Капулетти. Сочетание роскоши и насилия, жестокости и красоты порождает на сцене всю страсть шекспировской трагедии. Хореограф тщательно следовал партитуре Прокофьева, очень близкой к оригинальной пьесе. В его варианте Ромео Джульетты – Ромео – юноша, только становящийся мужчиной рядом со страстной Джульеттой, почти девочкой, которая тоже только становится женщиной. Любовь их обречена храниться в тайне. В этой трогательной истории настолько красиво это все подано и музыкально, и хореографически. Будем переживать и сопереживать вместе с нашими зрителями. Киноверсию спектакля покажут зрителям 28 апреля в 18 часов. Для лиц старше 12 лет. Телефон для справок – 702-87. Кроме того, после майских праздников в художественной галереи можно будет посмотреть комедийную оперу «Итальянка в Алжире» с Чичили и Бартоле. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И к новостям спорта. 28 апреля в 18.00 всех любителей хоккея ждут в Ледовом дворце нашего города на закрытие хоккейного сезона 2021-2022. Торжественная часть мастер-класса от юных хоккеистов, галом матч и фотосессия. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. Посмотрите, какое количество команд у нас есть, кто выступает. Будет большой праздник, музыка. Мастер-класс от юных хоккеистов. И, возможно, будут какие-то конкурсы, в которых вы можете поучаствовать. Городской этап всероссийского турнира «Кожаный мяч-2022» в Сарове продолжается. Напомним, участие в нем принимает 21 детская команда. Это представители школы, а также центры внешкольной работы и спортивной школы «ЭКАР». Сейчас идет вторая неделя состязаний. Финал все ближе. Подробности далее. «Кожаный мяч» – крупнейшее массовое всесоюзное и всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. С инициативой о проведении подобного массового соревнования впервые выступил советский вратарь Лев Яшин. В 1964 году соревнования впервые состоялись. С этого момента турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключения. Саров не остается в стороне. Уже несколько лет турнир проводят на стадионе «ЭКАР». Кожаный мяч наполнен детским волнением, тренерским контролем и родительской поддержкой. Несмотря на младший возраст футболистов, главный судья соревнований отметил у ребят хорошую спортивную подготовку. И действительно, спортсмены смелы и горячи уверены в своих решениях. Мы тренировались почти каждый день. У нас тренировка, мы не всегда играем, мы даже меньше играем, чем больше тренируемся. Всякие там упражнения. Детский футбол – это сплоченная работа и мальчиков, и девочек. В команде «Леса» представительницы прекрасного пола играют наравне со своими друзьями, ничуть не уступая в силе и ловкости. Физическая подготовка спортсменок на высшем уровне. Интересно, что футболистам женского пола часто поручают такую важную в сборной роль, как капитан команды. Мы играли за третье место и выиграли команду «ИКАР». Победа далась нам не так уж легко и не так сложно. С 19 по 25 апреля проходили соревнования для команд 2011-2012 годов рождения. Бронзу завоевали «Лисы» из Центра внешкольной работы. Школа номер 17 на втором месте. Золото досталось «ИКАРу-2011». 26 апреля начался турнир среди 2009-2010 годов рождения. Результаты игр размещают в сообществе Ассоциации мини-футбола Сарова. Команды, занявшие в муниципальном тапе первое место, будут представлять наш город на зональном уровне. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова